Памятник малолетним узникам фашизма на территории 16-й школы стал первым подобным проектом на территории Одинцовского района и Московской области и одним из немногих в России и мире. Монумент появился на свет благодаря усилиям многих людей, в том числе руководству Одинцовского района, Совету ветеранов и администрации 16-й школы. Но главная идея по созданию этого монумента принадлежит бывшей узнице фашизма Тамаре Кулевой, на себе испытавшей ужасы немецких лагерей. Четыре года понадобилось для того, чтобы замысел воплотился в жизнь. Наконец, сегодня эти долгие четыре года, которые мы с вами ждали, спершатся. Мне трудно сейчас говорить, но я скажу вам, что из 19 миллионов угнанных в логово фашистное, самое логово фашистное. 11 миллионов не вернулось. Вы думайте столько в эту цепь. 11 миллионов. Именно Тамаре Кулевой вместе с другими узниками фашизма предоставили почетное право открыть памятник. Журавль с распахнутыми крыльями и свившего гнездо на опутанных колючей проволокой столбах был выбран дизайнерами памятника не случайно. Журавль – вольнолюбивая птица, которую можно лишить свободы, но покорить которую невозможно. В ходе торжественной церемонии участники почтили память погибших в фашистских концлагерях. Минуты молчания возложили к подножию цветы, прочитали стихотворения. Были черными березы долгими года, были выплаканы слезы, жаль не навсегда. В 16-й школе недавно открылся музей, посвященный узникам фашизма. И это один из множества военно-патриотических проектов, реализованных благодаря усилиям директора Ольги Леденевой. Поэтому в школе растут настоящие патриоты своей страны. Для меня это, как для патриота своей отчизны, очень знаменательное событие. И я ценю то, что имею возможность залицезреть этот памятник. В России много памятников писателям и поэтам, политикам и ученым. Есть даже памятники кораблям и животным. Однако так мало монументов тем, кто на пределе человеческих возможностей пытался выжить за колючей проволокой в страшных условиях, оставаясь при этом верным своей родине. Большинство из них фашисты лишили жизни, но покорить не смогли. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.